Вы же знаете, что в одежде светлых оттенков летом прохладнее, но вы знаете почему? Свет, когда попадает на объект, он отражается. И свет, который мы видим, это тот, который не был поглощен, а отразился обратно. Таким образом, белый свет попадает на чашку, а я вижу красный, потому что это тот свет, который отражается. Итак, свет — это энергия. И чем больше энергии поглощается, тем более плотная она становится. Черная футболка поглощает весь свет. Поэтому это самая теплая вещь, которую можно надеть. А в светлой рубашке вам будет прохладнее всего. Сегодня я расскажу вам секреты о том, как одеваться в жаркую погоду и выглядеть круто. Следующий секрет — возьмите себе мыло, которое имеет охлаждающий эффект. Это могут быть такие ингредиенты, как ментол, масло перечной мяты, мята, базилик, фрискалат. Это своего рода ментоловая лактоза. Натуральная альтернатива ментолу. Если у вас чувствительная кожа, то стоит сначала попробовать на небольшом кусочке тела. Но большинство из нас будут ощущать себя очень прохладно. На мой взгляд, это самый лучший способ, который большинство из нас даже не пробовало. Следующий совет — это избегать появления уязвимых мест, используя более свободную одежду. Я знаю, что многим из вас нравятся облегающие рубашки и джинсы. Но вот в чем загвоздка. Когда вы начинаете потеть, то одежда начинает тереться об эти чувствительные места и вызывает раздражение. Это может привести к боли и покраснениям. Так что, когда вы берете себе рубашку или штаны, не бойтесь взять себе эти вещи более свободного размера. Следующий совет — это предоставить возможность тканям выполнять свою функцию. Если вы прочтете некоторые такие вот старенькие книги о мужском стиле, то вы найдете в них информацию, которая предостерегает. Она говорит, избегайте синтетический материал, выбирайте натуральные ткани. Скажу сразу, это уже устаревшая информация. Итак, следующий совет — возьмите ваш лосьон для тела, лица и поставьте в холодильник. И угадайте, он будет приятно охлажденным. Для меня это немного слишком, но я знаю, что многие из вас, ребята, будут покруче, чем я, так что вам понравится. Далее заведите себе платок. Храните его в заднем кармане, и каждый раз, когда вы потеете, вы уже не будете просто сидеть и потеть. Вы сможете взять ваш хлопковый платок и вытереть пот. Ваш дедушка пользовался этим секретом, пора его вернуть обратно. Если это не для вас, тогда носите влажную салфетку. Например, когда вы путешествуете, ими можно протереть зону подмышек, так что это круто работает. Далее начинайте носить невидимые носки. Они незаметны и отлично справляются с функцией впитывания влаги и пота. Это защищает вашу обувь от повреждений. Говоря о невидимых носках, давайте пробежимся по стилям обуви, которые отлично с ними смотрятся. Это классические пенни-лоуферы. Они очень легкие, но тем не менее могут нагреться. Как же охладиться, сохраняя стиль? Бум! Можно попробовать надеть перфорированные кожаные туфли. Это когда в коже есть дырки. Они отлично выглядят, особенно с этими невидимыми носками. Следующий совет – это большое предупреждение, чего следует избегать. Это обычные и тяжелые джинсы. Обычные джинсы весят примерно полкило на квадратный метр. Тяжелые джинсы весят примерно 600-750 грамм на квадратный метр. Скажем, вам удастся найти легкие джинсы. 250-300 грамм на квадратный метр. Это хорошо, но все равно можно встретить проблемы с плетением ткани. Потому что джинсы – сами по себе не очень хорошо дышащий материал. Но существуют другие опции. Это тропические летние брюки. Эта опция будет самой нарядной и в них прохладнее, чем в шортах. Далее идут чинос. Знаю, что многие из вас слышали о чинос. Но мало у кого есть пара таких вот штанов. Может быть голубых или красных. Существует много вариантов, или это отличное время, чтобы надевать такие брюки. Мои самые любимые вещи – это лен. Он мне нравится в составе с другими материалами, которые избавляют меня от этой головной боли, что чистый лен вечно мнется. Но самое важное насчет льна, что он должен быть так соткан, чтобы они были дышащими. Не выбирайте очень тяжелые и плотно сотканные. Надо, чтобы воздух мог спокойно проходить через ткань. А что насчет головных уборов? Проблемой с головными уборами для мужчин является то, что мы не очень-то привыкли носить такие вот шляпы. Но в таких ситуациях она очень функциональна. Я купил эту на авиашоу. У меня не было ничего на голове, а мне надо было чем-то прикрыться. Так что она послужила очень хорошей защитой от солнца. В такие моменты мы идем на компромисс. И задумайтесь над тем, чтобы добавить эту вещь в свой гардероб. Может, некоторые шляпы более стильные, и вам будет поначалу неловко. Для этого начинайте носить шляпу просто по дому. Когда вы начинаете носить вещи, вы привыкаете к ним. Вы начинаете чувствовать себя увереннее. И так в один момент вы начинаете ее надевать на улицу. Следующий совет – это вместо футболки и шорт надевайте рубашку и брюки. Подумайте сами, друзья. Если вы прикрываете свое тело от прямых солнечных лучей, то ваше тело не нагревается. К тому же вам будет не просто прохладнее, вы также будете выглядеть более стильно. И да, вы всегда можете подкатать рукава. Вам интересно, как я так прикольно подкатал рукава? Это называется айфорол. Интересно? Тогда смотрите это видео «5 способов, как подкатать рукава на рубашке». Бонусный секрет для тех, кому приходится носить пиджак в жаркую погоду. Выбирайте пиджак без подкладки. Таким образом воздух сможет проходить свободно в обе стороны, и это придаст вам дополнительный комфорт. Стоит отказаться от пиджака с подкладкой из полистирола. Такое встречается на дешевых пиджаках. Их делают полностью с этой подкладкой. Не надевайте такие пиджаки во время жары, иначе это будет настоящей сауной на вас.